Всем привет! Всем привет, всем, всем, всем привет! Сейчас народ подсоберется, кое-что вам расскажу. Привет, привет всем! Так, ну что, ребят, давайте с вами пообщаемся, задавайте мне вопросы, я буду на них отвечать, как раньше. И так сто лет не делала. У меня в целом все хорошо. Спасибо, Стром. Подожди, тут нам... Так, Тата, почему что? Тата, почему не до конца вены сделали? Не знаю, что это такое, а что, как понять. Спасибо, Хабаровска, привет, привет, моей малышке, только один год и три месяца недавно исполнилось. Хотя уже не так уж недавно, уже больше недели. Что я люблю кушать, но, знаете, в последнее время я вообще плохо кушаю, мне вообще не лезет. Я сейчас, короче, себе заказала, ну, сделала, оформила доставку правильного питания. Мне привозят, ну, каждый день лоточки свежие, ну, 5-разовое питание. Ну, я вообще, я съедаю, ну, хорошо, если один-два лоточка съем, вот даже это не ем. Не знаю, почему мне ни трав не лезет. Сегодня себя прям... И то, если я ем что-то, то я ем только что-то творожное, а другое мне ничего не идет. Я сегодня там съела бы запеканку, вот было на завтрак, типа, ну, такой маленький-маленький кусочек, и все, и как-то мне прям не идет. Как будто кушнет. Ну, бывает такое, но бывает, что какой-то... Ну, позавчера, правда, я это немножечко... Кстати, я поела, я даже бургер какой-то съела. Какая у меня коляска? У меня коляска йоу-йоу. Я не просто довольна, я в восторге, я так рада, что у меня есть эта коляска. И когда у меня будут еще дети, я все равно буду всегда приобретать йоу-йоу. Ой, Сережа, привет. Как относишься к машинках? Ну, хорошо, нормально. Блин, я так плохо вижу, вы не представляете, я не знаю, почему, у меня очень плохое зрение. Тут вот с бизнесом общаешься, короче, такая ситуация. Позавчера Йоси, короче, Йоси сделал Саше предложение руки и сердцем. Они подали заявление в ЗАГС. И после этого пригласили друзей якобы отметить подачу заявления в ЗАГС. Что делают ребята? Ребята звонят мне и говорят, блин, так мы так хотим тебя увидеть. Пожалуйста, 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 мы в кругу близких там, типа, людей. Можешь, пожалуйста, приехать к нам на мероприятие. Я сначала не хотела приезжать, но они как-то так меня уламывали, уламывали. Но я даже не подумала бы, что там будет бизнес. Я прихожу на это мероприятие, и что я вижу? Там, короче, Алексей Безус. Я говорю, ребят, нафиг вы так делаете? Мне это очень разозлило, мне прям неприятно было. Я говорю, нафиг вы так делаете? Это некрасиво с вашей стороны. Мне и так обидно и неприятно то, что меня обсуждают каждый день. А сейчас еще как бы только-только вроде как все угомонилось, и вы опять делаете мне такую подставу. Я с ним вообще не разговаривала, даже близко не подходила. Он на меня смотрел, правда, у него слюни тихли, не мог оторваться. Но я вообще с ним не общалась. Специально. Ну, не то, что вы специально делаете, но мне неинтересно. Мне неприятно, что мне приписывают мужику, которому... Ну, одно дело, там, и немножечко... А, вы еще не все знаете. Одно дело, когда ты... Ну, знаешь, подыграла там немножко, ну и все. Ну, я просто не думала, что до такой грязи дойдет. Что и происходит? Я с ним не общаюсь. Ребята, перестескнение, если ты что-то говорит Саша. Я очень люблю Сашину. Может, это, конечно, и шутка, но в каждой шутке есть доля правды. На что мне в конце вечера, когда мы уже едем домой, Саша говорит, да-то, пожалуйста, можешь, говорит, хотя бы просто, говорит, обняться с Безусом на прощание. Говорит, ну хоть какой-то мне компроматик надо снять. Я говорю, ты что гонишь, Саша, ты что упала? Он такой, ну ладно, какая тебе разница, это же просто хайп. Я думаю, ну окей, вот оттуда. Ну не знаю, может, для кого-то так хайп, но мне неприятно, что... Нет, с одной стороны, они правы. Это неплохо, то, что про меня каждый день говорят, и может быть, неважно в каком контексте. Но обидно то, что народ верит, народ реально верит в то, что, как бы, я там с ним общаюсь. Народ реально верит, что у меня с ним что-то есть. Ну вы что, ребят? Ну куда мне после Валера еще Леша? Мне, короче, очень приятно стало. Если это, ну блин, они мои друзья, но мне кажется, что, ну не друзья, они хорошие знакомые, но вот и некрасиво как делать. Вот именно, что сейчас, ну я вроде как, я очень обозначила рамки, я прям на них ругалась, я говорю, нет, даже мой-то морал, я говорю, если вы еще раз мне к нему припишите, я говорю, мне надоело, говорю, отвалите от меня все, я говорю, со своими мутками, темами. Я говорю, оставьте меня в покое. Я говорю, я столько на Доме-2 было, три года, меня в жизни столько не обсуждали, как после того, как я ушла, я говорю, что за бред. Валера, что ли, без меня темы не может сделать, что Милена с Лешей ждут? Я живу недалеко от Саши с Мариной, кто такой Саша с Мариной? Ладно, на будущее? У меня грандиозное. Нет, Саша, это не для того, чтобы знать, а для того, чтобы как бы просто, они специально меня позвали, для того, чтобы была какая-то тема, чтобы на второй день меня обсуждали. Мне звонили в доктора, спрашивали, что у тебя это было. Я говорю, слушайте, я говорю, мне вообще никто не сдался, я говорю, оставьте меня в покое, у меня жизнь реально нормальная, мне живется весело и без дома-2. Сейчас, подождите, мне просто кто-то позвонил. Ну, не кто-то, я знаю, кто. Вот, а что еще рассказать? С Валеркой, короче, мы развелись. Ну, как развелись? Какое-то слово там есть, я забыла. Нам, ну, уже вынесли вердик, и 30-го числа я на руки получу бумажку по разводу. Так что 30-го числа я пойду гулять, отмечать свой развод. О, нет, блин. Выставляете, я отразила на юбку. Короче, у меня морковный сок прямо на моей юбке. Нет, короче, надо пойти сейчас помыть. Потому что это будет некрасиво. Сейчас, сейчас. Сюда нет. Блин, так некрасиво. Морковный сок легко отопрется, интересно. Блин, я не хочу быть грязной. Видно, видно очень. Если эти штучки убрать, очень видно. Сумку, я думаю, никто не украдет. Это приличное заведение здесь. Навряд ли будут так делать. Так, выождите. Короче, я сейчас буду стирать. У меня стирка тайм. Сейчас. Блин. Как я могла испачкаться? Отмывайся. Кремный оружие. Блин, отмоется, нет? Нет, мне кажется, отмоется. Если вовремя... Все, отмывайся, если вовремя достировать. Правильно? Видите, как я стирать умею? О, чистенько уже. Одно пятнышко убрала. Просто жалко. Так, ну, вроде я все почистила. Подожди. Нет, еще оттенок такой есть. Красноватый. Мне кажется, я так хорошо постирала, что стало даже белее, чем было. Такое, все понимаете, все никакое белое, даже как этот кусок помыть. Так, сейчас, выживите руки помыть. Такой мой маникюрчик. Так, возьму телефон. Так, ну что, я теперь чистенькая и красивенькая. Так, я так рада, что у меня теперь чистая юбочка. А что, реально так... А я знаю, вы знаете, я знаю, почему так плохо ловят. Потому что у меня отвратительная связь была. Сейчас нормально хоть видно? Нет, сумка здесь на месте, вот. Так, что у меня есть в сумке? Что вам интересно? Воронеж, привет. Я в Куфимании на Кутузе. Тата, ты совсем отупела. Ну, слушай, вы так... Как будто я должна обижаться на это. Я вроде на Нобелевский глауреат не претендую, поэтому все нормально. Я из тебя умную тоже не строю. Так, что рассказать? Что рассказать? А, я хотела... Блин, у меня, наверное... Спросите, короче, показать вам. У меня, короче, с собой косметичка сегодня. А, я должна была Илье позвонить. Подождите. Я должна была позвонить адвокату, который нас развел с Валеркой. Уже совсем скоро я буду... Вы сваляете, ребят? Я буду отмечать тот день, когда я буду... Короче, я стала разведенкой и матерью-одиночкой. Ура! Я в шоке. Так, Илья меня почему-то сбрасывает. Вы хотя бы мне пишут смс на другой телефон. Так, плохое качество. Блин, я не знаю, почему плохое качество. Короче, давайте в косметичке поговор... А, подождите, сейчас мне Илья позвонит. Я с ним поговорю и в косметичке. Алло. Короче, это прикол. Знаешь, что мне сегодня было? Мы с тобой... Я должна была тебе позвонить. Потом вспоминаю, что мне нужно срочно в банк. Приезжаю в банк, забыла права, забыла карточки, все забыла. Еле как нашла людей, которым я смогла перевезти деньги онлайн. Короче, все карточки снялись, комиссия, всякая пикетная. Потом что происходит? Потом я теряю ключи от машины. Короче, два часа еще свои ключи от машины по всему торговому центру. В итоге я их нашла, а сейчас приехала в Татиманию на Куду здесь. Сижу здесь. Я богиня дискотеки, и не только. Нет. Что я написала? Я просто прям в эфире сейчас стяжу с другого телефона. Не, я обычно разговариваю с тобой по телефону, как бы... Обычно. Без громко. Слушай, короче... А... Блин, навряд. Мне кажется, он такой колхозный снят будет. Можно я хоть одну колхозную вечеринку пропущу? Я просто... Я реально от души, я очень хочу погулять. Ребята, у меня не получается погулять. Я все равно какие-то колхозные места прихожу. Не залейте меня на ваши мероприятия. Я сегодня пропущу. А что Мираж поет? Музыка на... Да, вот это весело. Одна песня. Ну, короче, давай вечером на Созур. Ты же знаешь, мы любимые от Лев. Ну, да, привет. Давай сколько это мероприятий? А-а-а... А я не дома, я домой уже не поеду. Я, если что, в городе на машине. В принципе, я пока здесь. Ну, все, давай, на Созвони. Качки-си, Созваник. Созваник. Давай, Созваник. Короче... Меня пригласили сегодня на концерт группы Мираж. Они поют песни, музыка нас связала. Помните вот эту песню? Ну, я думаю, что мне стоит пропустить такое нереально крутое мероприятие. Не, вообще сегодня два мероприятия, потому что я знаю. Одно есть там на Барвихе, а другое группа Мираж. Ну, по-любому надо на Мираж идти. Это сто процентов. Короче, давайте, девочки, с вами в косметичке повыряемся. Хочу вам посоветовать вот эту штуку. Я не знаю, как это правильно называется. Кушон или бушон, или мушон. Короче, вот, Соноран. Она такая крутая. Это типа тоналка. Тоналка Биби, или не знаю. Она очень легкая текстура. И такая кремовая. Вот это прямо макаете потихоньку. И вот так спонжик у себя делается. Подождите, я хоть зеркало. Ну, кстати, реально очень хорошая штука. Мне больше нравится. И очень в этой фирме мне нравятся консилии. У меня просто многие спрашивают, типа, что я люблю. Блин, а я его не взяла. А, нет, взяла. Вот он. Вот этот вот консилер. Тоже этой же фирмы. Девочки, он нереальный вам так. Я очень прям довольна. Мне очень-очень-очень-очень мне нравится. Он так хорошо. Он легкий, но при этом он прям хорошо все закрывает. У меня вес где-то даже, не знаю, не взвешивалось до него. Ну, может, 51 килограмм. Ну, по крайней мере, последний раз было так. Но мне кажется, что я немножечко поправилась. Я не знаю, почему у меня в сумке. Впрочем, я просто большая сумка. Мне куда-нибудь было, видимо, нечего положить. Да, короче, у меня с собой мешок. Мне даже стыдно его доставать. Тут, короче, лежат сюрпризы всякие. Браслеты. Причем их, наверное, вот второй браслет, третий. Ошейник. А, это ошейник, это я забыла. Вот сюда. Сережки. Я, короче, пришла. Все, что в сумке лежит, вам сейчас все покажу. Мне просто стыдно, на меня смотрят. А я как город в кафе такая с этим, с мешком. Короче, больше нечего показать. Ну, потому что я, короче, изначально собралась на фотосессию, потом я, потом я перейду, потом у меня кое-что случилось, я не смогла туда поехать, а в итоге у меня вот все сумки лежат. Это еще не все у меня, а в машине у меня просто целый арсенал. Все такие романтичные вообще, все вот с парочками. Либо с друзьями. Да, мы уже развелись, но официальную бумажку о разводе я получу только 30-го числа. Совсем скоро. Народа, да, очень много сейчас покажу. Вот, короче, все сидят. Там, видите, вон парочка какая. А вот он. Он так же одинок, как и я. Я оставила себе свою фамилию. Блюминтранс. Она моя. Блин, я на самом деле не понимаю. Ну, наверное, интернет, Калима, не знаю. Может, с этого попробую. Черт его знает. Здесь у меня просто Билайн. Ну, кстати, да, Билайн реально кручу ловит, чем Мегафон. Надо наоборот сюда вдавить ватсап. Ну, сейчас попробую, не знаю. Блин, на этом телефоне намного камера лучше просто сама по себе. Блин, конечно, я справлюсь. У меня выбора нет. Придется. Ребята, у меня ничего нет с Бизусом. Я вообще не с ним не общаюсь. Он мне нафиг не впал. Ну, ребят, ну, задолбали уже. Господи, как будто я с ним встречалась. Я не знаю, как будто у меня с ним что-то из меня прям бесит. Нафиг мне он нужен. То есть он невменяемый, что ли? Ну, сейчас перезайду или не знаю. Сейчас что-нибудь сделаю. Секунду. А, нет, я сейчас, короче, с этого телефона вай-фай, наверное, раздам. И заново перезайду. Или что, я не знаю. Короче, время 4 часа дня. Да, я просто без ума от него. Вы что, гоните? Ну, вот, вот, просто так, если логически с вами подумать, как реально так, вы это в это верите. Ребят, не забывайте, что это все равно шоу. Ну, вот, ну, не знаю, такие реалити-шоу. То есть, да, это реалити, но с элементами шоу. Об этом нельзя забывать. Ванька, привет. Слушай, Ваня, я в шоке. Вы не представляете, я не знаю, там прямой эфир сохранился у Вани или нет. Но Ваня был в скайпарке в Сочи. И он прыгал с этой нереально высокой тарзанки. Ваня, у меня просто чуть сердце не остановилось. Я об этом мечтаю. Но никогда бы не смогла этого сделать. Мне кажется, это нереально. Прыграют с такой высоты. Там 270 метров, да, Вань? Ваня, где-то. Ваня, братишка. Короче, Ванька, видите, он молодец. Он с духом сильный, он пошел. Эти, будь, не будь, не будь, не будь. Слушайте, покидайте мне какие-нибудь прикольные сексуальные песенки на русском языке. Я вам покажу слово... А, нет, я не буду показывать. Не могу. Давай летать с тобой сочиненным людям. Ну, блин, Вань, знаешь, я хочу на этой фигне. Ну, блин, я так боюсь высоты, даже когда вот Задойнок просто снимал тебя. Я понимаю, что там вот это вот так, это так страшно. Мне кажется, мне сердце нравится в полете. Но я бы попробовала, но не одна. Я знаю, что там же в этом скайпарке можно прыгнуть вдвоем. Типа вас как-то к дружке привязывают. Вы садитесь и проваливаете. А мне, короче, сейчас понравилось. Знаете, какая песня? Вот то, что я видео вчера выставила сантис какая-то группы. Я ее первый раз слышала. Блин, там вроде... Ну, мне она понравилась. Там есть несколько строчек прям тупых. Я бы их вырезала вообще из песни. Блин, Ваня, представляю, как это страшно реально. Но я, кстати, реально надо прыгнуть. Ну, интересно прыгнуть, но не одной. Вот когда у меня появится парень какой-нибудь, прыгну с ним. Чтобы мне было не страшно. Если умирать, так хоть вместе. Сантис-нимфоманка называется. Мне очень понравилось. Вот так пишет. Ну, вдвоем очень тоже будет страшно. Но вдвоем как-то ты будешь чувствовать поддержку, то, что ты не один. И хотя бы когда вы падаете, ну, вот есть за кого держаться. А так страшно. Хотя я летала на парашюте, блин, не знаю почему. Вообще я вам так расскажу. Это как-то очень странно. Я раньше боялась только воды. И то, как боюсь. Я воду не боюсь, я плаваю, все. Но я боюсь их синевые прям вот. Не знаю почему. И так же я стала бояться сейчас высоты. Ну, я как бы справляюсь со своим страхом. То есть я все равно плаваю. Я все равно как бы езжу там на море. Не знаю, выхожу в середину океана. Ну, страх присутствует. Я все равно не чувствую себя комфортно. Кому позвонить? Ой, Вань, давай в прямой эфир вместе зайдем. Мне кажется, Ваня уже ушел к уходу. Господи, я не бесит, как это слово «безусь». Я прям его возненавидела. Я прям реально этого человека ненавижу за то, что вы постоянно меня к нему приписываете. Я его знать не знаю, знать не хочу. Да я его знаю, но вы просто такие истории приписываете мне к нему, что это просто меня уже раздражает. Устать мне, пожалуйста, забудьте это имя вообще. Меня прям бесит. Это же мой бывший муж так не раздражает, как он. Там дело не в анакондах, что меня съест. У меня анаконда не съест, у меня психологические страхи. Я понимаю, что меня никто не съест, но просто есть какой-то барьер. Каска плакала. Ну, только не грустно. Я не хочу грустить. Я, короче, у меня бывали такие моменты, когда мне хотелось впасть в уныние. Ни в коем случае нельзя вообще. Никакого уныния. Надо радоваться, стараться делать все, чтобы себя отвлекать. Так, значит так. Что там? Каска плакала. Каска плакала. Короче, давайте знаете, как сделаем? Блин, мне просто бесит, что вы меня плохо видите. Было тысячу с чем-то человека, а вот уже 900 осталось. Из-за плохой связи, видимо, уходят. Ну, блин, я не сержусь просто, ну, не, я сержусь реально. Просто мне правда это неприятно. Когда меня зовут, блин, на мероприятие для того, чтобы, типа, просто сделать какую-то тему на второй день, мне это неприятно. То, что мне вообще пишут это имя, мне тоже неприятно. Мне очень это бесит. Я записала Каска. Плакала, супер песня. Вот, уже записано у меня. Еще что есть. Только веселенький. Так, плохое качество. Короче, я сейчас выхожу. Я сейчас делаю... Эго, люби меня сейчас. Я сейчас делаю прямой эфир еще раз, только уже с нормальным интернетом. Эго, лови меня. А, люби меня. Все, выхожу и... Продолжение следует... Ну что, так лучше? Лучше интернет стал, нет? Скажите, пожалуйста. То же самое? Не знаю, я уже интернет подключила от другого телефона. Тогда я не знаю, вам чем помочь. Тогда я могу только, если с другого телефона зайти с мегафона. Мне вообще нужно от Beeline отказаться. Честно, я этим номером очень много лет пользуюсь, но Beeline это самое стрёмное вообще качество сети, которое можно только придумать. Просто просто наистремнейшее. Ну ладно, раз так плохо видно, короче, ребят, я пойду. Может, вы чуть-чуть... А, подождите, сейчас я с вами до машины, я думаю, что на улице будет нормально ловить. Сейчас счет покажу. Да, МТС и мегафон хорошо ловит. Beeline прям, это прям ужас. Ой, я вообще обожаю звертали, как я правильно. О, супер видно, серьезно, круто. Помада, у меня я сейчас покажу... Ну, мне постоянно про эту помаду, кстати, спрашивайте. Сейчас покажу. Это моя самая-самая-самая-самая-самая-самая-самая-самая-самая-самая-самая любимая-любимая помада. Я уже покупаю, наверное... Ну, чтобы не соврать, восьмую или десятую. Вот смотрите, это фирма не видно сейчас, Гурбан Декей, цвет называется Нейтед, спасибо большое, Кальчика, да, так. Какой супер, Грис, еще хуже. Так, все, я собираюсь выходить на улицу, может быть там будет получше ловить, не знаю. Блин, я думаю, что с моей юбкой происходит, представляете? Сейчас покажу, прикиньте, я думаю, что у меня все время что-то цепляется, а такая куртка вот так цепляет. Короче, блин, короче, у меня сегодня неудачный какой-то день, это не портовая юбка. Да, видите, у меня, короче, очень... Ой, как светло! Слушайте, так круто, что светло, я на самом деле, когда там сидела, я как будто даже расстроилась, что уже поздний вечер. А оказывается, еще не поздний вечер, еще только день. Чистенькая моя красавица. Кстати, я давно ее не мыла, она все равно чистенькая. Ой, блин. Ой, смотри, короче, я себе машину установила такую фигню. О, классно? Прямо на дверь приклеила. Не знаю, хорошо это или плохо. Ну что, нормально видно? Ну так я вообще не смогу читать, что вы пишете. Я сейчас включу свою песню, которая мне понравилась. Подождите. Эти будни, будни, будни. Давай летать с тобой. О, кто-то мне деньги перевел. А, нет, это то, что я потратила. Слышите, мне пришла просто смска 900, я так обрадовалась, я думала, кто-то деньги перевел. А оказывается, это просто то, что деньги списали за мой сок. Я же говорила, так и знала, что телефон упадет. Беспонтовая, это, блин, крепление вонючее. Но сейчас я уже не могу телефон достать, подождите меня. Я не знаю, какую себе липучку купить, чтобы телефон хорошо держался. Не получается. Сейчас будет, этот, светофор, я достану вас, друзья мои. Извините, что вы там в жопе где-то. Я сейчас вас достану. Я-а-а, маза-фака. Почему мозг выключилась? Ну, короче, ребят, сейчас вы меня там все засрете, а я даже не увижу. О, вот я встаю. Все, я попала в пробку, поэтому отлично. Есть время вас достать. Оп! Вот вы где. Я не знаю, слышали вы меня или нет. Видите, она такую штуку, короче, телефон приклеила. Вот на стекло и на дверь. На двери не видно почему-то, сливается. Ну и, короче, не держится нифига. Не знаю, что делать. Почему не держится, не знаю. Жалко. Я хотела, чтобы держалась, но не держится. А телефон держать за рулем я не люблю, потому что я езжу быстро. Куда его поставить-то, господи? Давай сюда. Так, что вам еще включить? Что, что-нибудь включить? Еще что-нибудь включить вам или нет? Так. Ладно, мне уже осталось две минуты ехать, наверное. Люди прямо сердце радуют? Сожги, потом будет держаться. Сожги, потом. Как это? Понятно, сожги, потом будет держаться. Так, подождите, музончик надо включать. Да, то что за инвегатор? У меня это... Яндекс обычный. Песня была... Сань Тис, моя нимфоманка. Ой, а мне сейчас, знаете, какая песня нравится? Честно скажу, это Лепса. Я поднимаю руки. Такая классная. Я поднимаю руки. Хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива. В свои 18. Я сразу представляю таких мужиков-старперов, которые прям завидуют 18-летним девочкам. Что они молодые и красивые. Отлично видно, потому что, видать, я на улице. Не знаю, почему. Поэтому... Телефон мне вообще некуда поставить. Вообще некуда. Только если вот так попробовать. Но он отсюда тоже, если честно, упадет. Это 100%. Тогда гадалки не хотим. Гадалки не хотим. Так. Сейчас. Блин, я прям жду тот момент, когда он упадет. А прикиньте, если не упадет. Вот это я диву даюсь. Диву дамся, точнее. Угу. Ой, не падает. Я в шоке. Тогда включаем музон. И навигатор, потому что мне навигатор нужен. Теперь на этом телефоне не работает интернет. Я поднимаю руки. Хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива в свои 18. У меня красненький цвет. А что ты мне сигналишь, что у меня красный свет? Я на красный свет не еду. Слышите? У нас не ночь, у нас день. Это же прикольная песня. Угу. А что-то ничего не грузится, прикиньте почему-то. Таточка, как перестать бояться водить. Сейчас учусь, страшно жуть. Да вы что, надо получать кайф от вождения. Я просто обожаю машины. Мне еще 18 лет не было. Я прям ждала тот день, когда я пойду сдавать на права, когда я пойду учиться. Для меня это была мечта. Я всегда очень любила машины. И как-то... Ну да, с детства могу сказать даже. Сейчас пытаюсь включить музыку, но что-то это... Грюк какой-то. Дайте я сейчас, короче, перезагружу телефон. Сейчас, короче, тогда я включаю телефон, потому что... Беда бедовская. Как красиво. Так, вот включается... О, включился. Вот так. Ладно, включу, вот что включу. Просто фига вы знаете, что происходит. А, я поняла. Компьютер показывает, что, типа, карплей у них подключено. Сейчас подключаются. Спасибо, ребят, за комплименты. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Я закрыла музычку. Вот тупое приложение. Хотела закрыть и все нафиг закрыла. Давай еще раз. Только без этого вступления. Эта песня, конечно, веселая. Здесь просто слова прикольные. А так не прикольные. Не в моем стиле, так скажем. Ой, вот эту песню люблю, кстати. Послушайте, обожаю. Ну как... Ищу свою комету, и тебя по секрету жду. Все. Кина закончилась. А, кстати, я сегодня выставлю этот... Свой прямой эфир. Ой, точнее, не свой прямой эфир. Я хочу ссылку ВКонтакте сделать, чтобы вы там ко мне добавлялись. Я просто... У меня там нет ни друзей, никого я вообще не сижу. Ой, вот эта прикольная песня. Смотрите. Знаете, кто это поет? Короче, ну там не сильно, если мне куплет просто нравится. Короче, помните вот этого фаната бразильского, который охуенно, братан-то, везде его ролики ходили. У него есть песня. Я сейчас тебе отвечу, Владик, с другого телефона. Я просто не вижу, что ты мне там пишешь. Сейчас, подожди. Вообще не могу переписываться сейчас. Ну, не то, что не могу переписываться, мне неудобно писать будет, потому что я, конечно, почти Юрий Цезарь, но не до такой степени. Короче, музыку послушаем. Я сейчас выйду с промоутера, я тебе позвоню. Хорошо, Владик? Ты же не обидишься? Хорошо. Смотри, 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 на моей коже ты. Так, мне нужно сейчас на левую. Так, и что, вашу любимую? Вай-фай? Так, подожди. Так, что бы еще? Блин, не знаю, что включить. Сейчас, короче, ладно, давайте поболтаем. Ой, я сейчас протеряю, куда мне ехать. Мне нельзя, короче, пропустить поворот, потому что я уже пропустила поворотов в 20, наверное. Вместо 6-минутной дороги я еду уже 20. На лицо, раз, два, два, три. А, я что? Я не буду говорить сейчас, что я опять пропула поворот, но это ладно. Будем опять стоять в пробках. Опять пробка. Почему все время пробка? Ну, блин, я, кстати, не знала, что просто так телефон можно ставить, что он так будет стоять, без каких-либо присосок, без всего. Потому что там есть присоски, телефон мой вообще не стоит, он сразу падает. А здесь так хорошо стоит. Потому что я столько часов вообще провожу в пробках в машине, что я теперь буду всегда вам звонить. Точно, я буду сюда заходить, вы выйдете на меня, и мы будем общаться. Слушайте, ребят, вот все, кто... Я просто не вижу, я вообще на многодести даже не обращаю внимания, но просто кто-то меня защищает и начинает говорить, типа, зачем вы там заходите, если вам что-то не нравится. Ну, по сути, я вас как бы не выгоняю, но в любом случае, зачем как бы вы себя напрягаете? Я вот, если мне не нравится есть оливки, я их ненавижу, вот просто не переношу. Я никогда не куплю банку оливок, не поставлю ее перед собой, не буду на нее смотреть, тем более уж пытаться ее съесть. Это, не знаю, я создаю в своей жизни себе комфорт, и поэтому желаю вам того же. Не делайте то, что вам не нравится. Желаю вам всего хорошего. Правильно? Так, у меня сейчас опять поворот, я не буду музыка включать. А здесь некуда поворачивать, это ложь какая-то, здесь просто прямая дорога. Навигатор обманывает меня. Так, включи Ольгу, вызову. Сейчас включу. Ой, это, слушайте, а Оля, видите, вот первый раз я просто Wi-Fi песню не слышала сто лет. И только сейчас я поняла, оказывается, кто такой мой муж-то был. Он же был Wi-Fi, а я ему, сука, а я ему, сука, козел пидается. Он, оказывается, просто Wi-Fi. А, вот, еще Брэндон Стоун есть, ну ладно. Wi-Fi. А, вот, еще прикольно. Он тоже старый. Кстати, они у меня на свадьбе выступали, помните? Короче, не знаю, мне больше ничего не нравится. Я хочу что-нибудь нового послушать. У меня сама от своих песен уже тошнит, уже устала. Хочу что-нибудь такое, чтобы я слушала целыми днями, как я сейчас слушаю нимфоманку. Но она мне уже начинает надоедать, прям вот, очень близка к этой стадии. Блин, вот, вся дорога пустая, а мне нужно поехать направо. И вот именно там коллапс. Почему так? Порке. А, сейчас я тебя добавлю, подожди. Блин, я не... А, вот, я тебя добавляю. О, привет! Ты забыла, что мы должны быть добавить. Как дела? Дела хорошо. Да, что делаешь? Ты не... А? Я в Минске, да. Я тебе писал, что я скучаю по тебе. Ты не отвечала. Я тебе не отвечала. Почему интересно? Почему ты? Да, почему ты не отвечаешь? Давай, говори. Почему я тебе не знаю? Я оставлю это в секрете. Я пока не знаю, почему ты не знаешь. Я пока думаю. Интрига? Интрига. Ты не уверен, твой ли я вариант или нет? Понимаешь ли мне видишь? Да, я пока не уверена. Надо ли тебе отвечать. Подходишь ты мне или нет? Давай спросим у наших подписчиков. Подписчики, смотрите. Меня, короче, влюбился, Сережа. Хотелось подать шатрару. Слава богу, я Захарьяш. Может, 20 лет. Как вы думаете? Как вы думаете? Что ему делать? Сейчас он тебе подскажет. Они, они спрашивают, слили от Чайси или нет. Ну и что, как там в Минске дела? Пожалуйста. Ну и прекрасный город. А я была в Беларуси. А, я в Минске тоже была. В Минске было недолго, вообще была в Гродно. Мне так понравилось. Если честно, мне вообще Беларуси очень нравится. Беларуси – хороший народ. О, быть вместе, пишут. Быть вместе. Ой, мне обещать отдохнуть еще лет пять. После брата. Лет пять. В принципе, я такая отдыхательная. Смотри. Смотри, Сереж, есть вероятный. Блядь. Они, они, короче, провели, пишут. Прикинь. А, кстати. Сегодня, а после того, как у нас тут у подруги был день рождения, выставил фотку и сразу добавилось пять видео с лилией в отмеченных. Прикинь. Что добавилось сразу? Пять видео с лилией добавилось в отмеченных мне. Ну, то есть кто-то, кто-кто-то до сих пор это не может впустить в нашу пару. Так я даже знаю, кто это. Это ты. Ты, короче, втихаря полюбас каждую ночь монтируешь. Ведюхи. У тебя есть много поэтовой страниц. Это такое там отмечаешь лилией. Нет, 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 нет. Я вообще человек конкретный там. Я вот если я говорю, я делаю. Это вот барзиков можно. Духи где, кстати, я нашла новые духи. Ну, так я старый разбил. Я понимаю, что это у нас. Они тоже стоят 50 тысяч, Серега, понимаешь? Еще хуже дела обстоят у тебя, чем слили. Ничего страшного. Но если они хорошие, эти боли они унисекси тоже имеют буду иногда пользоваться. Блин, они очень вкусные. Короче, ты знаешь, кто? Вот эти вот эти духи, которые мне новые понравились. Оказывается, вот этот тип, это преподаватель того, чьи духи мне понравились первый раз. Понял? Короче, как-то тут все замудрено. Ну, короче, это первый таки были Клипки Сан Джантли. Это был Клайв Кристиан. У Клайва Кристиана был учитель. И вот мне уже вчера понравился запах его учителя. Понимаешь? Ну, я... И сразу я понял, что ты не постоянный. Пишут, хочу, чтобы та-то встречалась с Барзиком. Вот так. Барзиком мой братишка. Ну, то есть Барзиком мой вообще не вариант. Барзиком мой братан, мы никак не можем. Но ты бы хотела, вот если бы он не был братом твой. И тот же мой братан, как я могу думать даже об этом. Мы снять на нашу жильочек. Инцесс получается. Да, конечно, прилично. Так, а вот почему ты поворачиваешь, поворотники не включаешь? Что? Я никуда не поворачиваю, я не еду никуда сейчас. Не, я не тебе. Да просто мне бесит на дорогах столько людей, которые не включают поворотники. Но как можно не включать поворотники и поворачивать? Ну, это Москва, ну, как бы я тоже сейчас не включаю поворотники. Ну, как бы оно и так интуитивно вводит. Ну, интуитивно, да, но в Москве, кстати, прилично вводят. Нормально. Здесь не страшно. Я когда в Сочи приехала, я чуть не обалдела. Вы там реально какие-то дегенераты ездят. Там вообще ничего не понятно. Ладно, давай последний вопрос, и я тебе еще, чтобы ты не врезал. Так, ну, не надо, не надо. Это есть компрометирующий какой-то вопрос, который меня поставит неловкое положение в интернет. А я и так не могу разобраться с первым в своем неловке. Клевалась. Загребают со мной вместе, а разгребаю я одна. Понимаешь? Ну, простой вопрос. Ты же мужчина должна ворот меня защитить, все рты закрыть. Такое тебе пока не плохого ничего не пишет. Тебе вот только пишет. Безус нравится тебе и все. Плохо. Плохо. Плохо, почему-то я тебя плохо слышу. Странно. Новый телефон. Да, ты как-то пропал. И у меня зарядка садится. Сейчас я подключу телефончик. Сейчас я подключу телефончик. Сейчас я подключу телефончик. Алло. Алло. Нет, тебя очень плохо слышно. Я не знаю, почему. Нет, знаешь, как будто до этого я с тобой была на громкой связи, а сейчас как будто бы я убрала громкую связь. Вот такой эффект. Алло. Не слышу. Так, ну ладно, я тебя не слышу, поэтому я пойду. Всех целую. Всех обнимаю. Пока-пока. Пока-пока.